друзья всем привет вот решил заснять видео ответить на вопрос подписчика он спрашивает почему у меня идет вот это вот моя аквапоника да вся она же биоплата после вот вода идет из пруда проходит очистку и идет сюда почему не наоборот да ну как бы ссылаясь на то что где куб вот там все проходит очистка вода объединяется и не достается растением типа надо наоборот сначала через растение прогнать вот а потом уже через узел на самом деле нет потому что вода которая проходит через вот эту как сказать через все очистку вот эту потом через моё биоплата аквапонику здесь вот здесь вон там клубника растет огурцы вот уже вот этот завтра дорастет два метра высотой то есть они вам сколько берут на себя питание ни одного желтенького листика нету ничего то есть очень много огурцов каждый день наливаются и все же вот если так корни вот допустим у огурца идут вот отсюда и вот до сюда они около метра длиной и даже через проходя вот это вода 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 очищается через узв проходя дальше по трубе все корни которые вы в этой трубе есть они ну грязные то есть на них осаживается вот это микро взвесь и то есть они забиваются а если напрямую из пруда туда гнать но она забьется не на этом за неделю за месяц потому что здесь то у меня она идет сначала через вот наверху колготки идут сначала на потом коврики там капельная рация там через без загрузку там для загрузки больше чем 500 литров аэрация и уже потом идет это забивается поэтому этот вариант не прокатывает и второй момент по поводу объема у меня прут увидите зеленая вода цветет цветет потому что температуру тура воды было вчера 35 градусов сегодня на весь день оставил открытая она прогрелась до 33 градусов вот весь день была дверь открыта вода цветет но как бы рыба не всплывает воздух не хапает потому что стекает здесь водичка все время арируется и там у меня максимальная рация идет по пруду он объем не больше 10 литров отцепился лист лянка сейчас пойти завязать 10 кубов и подливаю я воду в лучшем случае один раз в неделю это там на часик включаю вот у меня шланг лежит ну сколько там ну тонну максимум я залью то есть совсем немного учитывая что у меня вода 35 градусов и здесь не меньше 40 в теплице поэтому такие вот дела мало подливаю объем вы прогоняем и воды насосом да да наверное маловат но я больше не смогу на раздел это что у меня аквапоника и просто будет растение уносить туда они так как бы это корни туда утягивает а будет еще хуже мне кажется есть только делать второе вторую дырку да и вот так сюда излив делать как вариант может сделать или вот к этой дырке сделать гусак да как мне подсказали гусак а тогда на нужный уровень и обратно слив тоже как вариант можно сделать вот не знаю пока не думал ну а смысл он будет гонять воду в куб где биозагрузка а мне надо чтобы он проходил через фильтр то есть 22 шланга получается сюда либо же не знаю один мощный насос ставить чтоб шла сюда она очищалась здесь да это допустим на 10 на 15 кубов и через этот шланг сюда шла часть отсюда шлась обратно в круг сразу напрямую чтобы не сносило вот эти все растения тоже как вариант возможен но пока что финансов на это нету все деньги были вложены сюда поэтому ждем когда будут деньги ионизатор или озонатор озон озон зон 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 озонатор хочу купить говоря то что хороший купить вся зеленка вот это которая здесь она уйдет ну не особо не парюсь то что она зеленая потому что я вижу как растет малек которого я купил и меня это очень устраивает то что ему сейчас еды здесь многое на стенках образуется ну с другой стороны вот допустим видите даже налета нету просто ничего не растет потому что рыбка все подъедает и как бы нет у меня вот или не чатки никакой то есть у меня и получается биофильтр справляется с этим и аквапоника но аквапоника понятно она высасывает на себя очень много всякой гадости у меня там вот это огурцы помидоры у меня это перец у меня клубника там клубника там клубника там вот здесь земляника принялась ну и огурцы само собой это сколько они на себя берут еще то что у меня один нюанс да то мне комментирует не учитывая то что у меня автокормушка стоит да постоянно комикор и так подплывает бьют по этой и падает корм они выедят сейчас они наелись уже вот может остались выплыть голодный а так они едят сколько хотят то есть у меня нет такого что многие совету там пускай денек-другой не поедят и будет лучше да зачем пускай лучше полностью загрузится у меня биофильтр на лучше я куплю озонатор или там уф лампу но пускай рыба у меня растет у меня очень хорошо карпа прибавили в размере большие малек прибавил мне это более важно конечно да приятно смотреть на идеально чистую воду но в такой воде допустим больше для них всяких питательных веществ зелени от этой сама то что вода цветет она для для рыб вообще никак не вредна абсолютно вот может быть да ультрафиолетовую лампу поставлю или озонатор чтобы очистилась вода маля плавает раза в два больше стал чем я покупал его уже это корм дербанит на всю поверху днем плавает вот так что такие вот дела то есть вода не испаряется вот у меня кто спрашивал нет прошел меня меня весь день закрыты двери то есть я ничего не открываю на проветривание вот потому что у меня здесь растения они выделяют кислород а вот этот компрессор он от кислород вгоняет бак с биозагрузкой насыщает ее кислорода насыщает кислородом углекислый газ выветривается углекислый газ это самое главное для растений меня получается здесь такое это замкнутый круг поэтому не хочу проветривать все растет никаких проблем с растений нету значит биобаланс есть вот у меня нету биобаланса с водой в труду поэтому буду думать что сделать так что вот такие вот дела я думаю что я ответил на вопрос которыми сдавал подписчик немножко рассказал про будущее да почему все так и не иначе классно светодиодный фонарь 1 на 100 ватт очень мощный я его буду использовать как досветку когда уже будет осень когда будет нехватка света и наверное еще вот сюда поставлю один вот они вот так будет крест на крест то есть один сюда а этот сюда так светить чтобы с двух сторон растение освещать и все это буквально там пару часов но 200 ватт лишних там даже киловатт если они за сутки на жгут у меня на досвечивание это шесть половина рублей как бы ну ничего страшного ничего страшного не обеднее нато растение будете хорошо чувствовать вот один у меня подписчик спрашивал это буду продавать рыбу или нет когда можно купить и я буду продавать когда у меня вода под очиститься потому что сейчас пока не буду пускай и мои подрастут карповку я скорее всего не буду продавать я оставлю 1 дух я продам и продам комет у меня один комета этот большой который красно-белый и красный насколько помню это комета тоже умею вот и но буду продавать может быть по осени есть кому-то надо будет вот этих мальков потому что они уже подрастут сантиметров до 10 вот таких хороший ходовой размер буду их продавать ну когда водичка очистится чтобы можно было их с очком спокойно поймать и не парить так что такие дела спасибо что подписывайтесь на канал комментируете поддерживаете мне очень приятно обязательно досматривайте видео до конца чтобы видео продвигалась и мне было приятнее делать новые видео для вас отвечать на ваши вопросы ну и все ладно увидимся всем пока